Добрый день всем тем, кто подключился на наше сегодняшнее информационно-обучающее мероприятие. Зовут меня Косилов Игорь Анатольевич, и мы сегодня с вами поговорим о благоустройстве и озеленении территорий, в том числе и придомовых территорий. Это сейчас актуально. У нас начался сезон, в котором мы можем активно поработать с нашей придомовой территорией. По большей степени, наверное, этот вопрос нам сегодня наиболее важен. Как к этому подойти? Как спланировать территорию? На что обратить внимание? Есть в этом вопросе достаточно серьезные моменты, которые стоят внимания. Иначе у нас получаются ситуации, часто встречающиеся, когда проведено классное благоустройство территории, но не учтены моменты, где у нас проходят коммуникации, на каком расстоянии установлены малые архитектурные формы. По этому поводу мы с вами уже проводили информационно-обучающие мероприятия в части, где размещать детские спортивные комплексы, как правильно их разместить в том или ином месте, на что обратить внимание. Но вот в частности по озеленению и благоустройству вопросов тоже очень много. И сегодня мы для вас пригласили специалиста в этом направлении, человека, которого я знаю уже много лет и знаю как эксперта в сфере озеленения территорий, территорий и индивидуального жилищного строительства, и общественных территорий, и придомовых территорий. У нас сегодня Берников Антон Александрович на связи в качестве докладчика по этому вопросу. Нам очень важно как раз мнение специалиста. Антон Александрович, вам слово в части на что обратить жителям, управляющим компаниям, товариществу, собственникам жилья, ТСНам в части того, чтобы правильно провести благоустройство придомовых территорий. Единственный момент хотел бы сказать всем, что буквально вчера вышли результаты губернаторского проекта «Содействие». Как правило, там большинство как раз заявок связано с благоустройством территории, в том числе придомовой. Вот у нас опять достаточно много победителей, хорошие заявки. Рекомендую обращаться в этот проект, если не хватает финансирования на доме, чтобы если в рамках текущего ремонта у вас недостаточно средств, сделать ту территорию такой, как вы ее видите, то вы можете обращаться за содействием именно в губернаторский проект «Содействие» и получать финансовую поддержку. Антон Александрович, я вам слово передаю. Вы начинайте по мере, может быть, будут возникать вопросы либо в чат, либо какие-то будем в диалоговом режиме вести, скажем, сегодняшнее наше обучающее мероприятие. Итак, у нас Антон Александрович, вам слово. Добрый день, коллеги. Хотелось бы сегодня поговорить про благоустройство. Вот, и первое, что мы с вами обсудим, что такое придомовая территория и где она расположена. Придомовая территория – это у нас участок, прилегающий к многоквартирным домам. Вот, соответственно, в него могут входить детские площадки, спортивные площадки, арки, проезды, парковки, гаражи, тротуарные, пешеходные дорожки, зеленые насаждения. Ну, и другие элементы, скажем так, для поддержания жизнеспособности дома. Вот, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на асфальтобетонное покрытие, которым у нас размещаются, вернее, изготавливаются отмостки, дорожки. И основные тезисы здесь, то есть, как это правильно должно быть. Вот, Игорь, прошу на следующую переключить, пожалуйста. Вот, здесь вам представлен разрез пирога, стандарт, который должен быть выполнен. Речной песок в 10-30 см вниз пирога укладывается. Это основной настил для дренажа и для уплотнения. Соответственно, от 10 до 30 см, объясню почему, потому что у нас разные виды почв бывают. И там, где карстовую почву, используют большее количество песка для наиболее долговечного устройства, вот, тротуаров или отмосток. Дальше обязательно должен быть щебень, щебень 20-40 фракций. Вот, у него толщина 10 см. Соответственно, он также прикатывается, на него уже финальный слой – это асфальтобетон. Вот, важно учесть, что, когда мы создаем отмостки или тротуары, для того, чтобы избежать на них образования луж, на скопление воды, которые потом в дальнейшем могут привести к разрушению данного слоя, необходимо иметь уклон, если это отмостки от здания от 1 до 4-5%, то уже на месяце нужно определять. Но главное, что не менее 1% это должно быть. Вот, соответственно, если мы делаем тротуары, то тут в зависимости от ширины тротуара. То есть, если тротуар не шире метра 22 метров, можно делать уклон в одну сторону. Если он шире, то лучше делать уклон в обе стороны, чтобы вода уходила, соответственно, в полисаднике или там в ливневые стоки. Вот, согласно асфальту здесь все понятно. Дальше переходим к норме посадки зеленых насаждений. Здесь все банально просто, выдержка из СНИПа. Обязательно учитывайте при планировке озеленения на ваших преддомовых территориях СНИПы, потому что в дальнейшем просто могут выносить постановление, ну и, соответственно, эти деревья заставить выкупать, пересадить или что-то еще. Здесь стандарт, то есть от наружных стен зданий сооружения стволы дерева 5 метров для того, чтобы не разрушались отмостки и фундаменты ваших зданий, кустарник 1,5 метра. Соответственно, если это тротуары и садовые дорожки, расстояние 0,7 и 0,5 стволов дерева, потому что корни обычно уходят глубже, чем у нас весь пирог с вами состоит на тротуарах. Вот, соответственно, это нужно учитывать. Очень важно, что мы не учитываем, это то, что от дома редко учитывается. Нужно обязательно брать расстояние со стороны солнечного полотна, то есть обсуждать с соседями для того, чтобы оптимально создавать ирригацию, то есть освещенность вашего дома. Очень много за и против слышим при устройстве. Но это нужно обязательно обсуждать с жителями первых и вторых этажей, потому что, как правило, если мы сажаем алины и посадки с солнечной стороны, они очень сильно влияют на освещенность именно первых и вторых этажей. Соответственно, нужно это обязательно учитывать в плане. Вообще, с солнечной стороны лучше сажать менее высокие растения для того, чтобы иметь освещение. Либо, если мы хотим, наоборот, уйти от солнца, мы сажаем крупные растения для того, чтобы притянить здание. Такое тоже бывает, и очень часто жители первых этажей просят о том, чтобы им была тень. Потому что все мы знаем, что южная сторона дома – это постоянная жара в доме, в квартирах, особенно если квартира на одну сторону. Для того, чтобы снизить температуру, мы высаживаем высокие растения, которые вырастут дальше. Подземные сети обязательно учитывайте. Потому что все это может разрушиться, тем более старые сети рушатся. Новые в меньшей степени, которые делаются из пластика. А старые сети, да, более подвержены разрушениям корневой системы. Это нужно учитывать обязательно. Соответственно, далее посмотрим следующий слайд. Правила. Правила, они простые, стандартные. Достаточно там вам будет потом это все запросить и получить. То есть нужно с пожеланием жителей это сделать. Учитывать обязательно размер участка. То есть не стоит там на газоне 4 квадратных метра сажать гигантское дерево, такое как каштан. Потому что в будущем это просто затмит у вас и все тротуары подходящие. И не даст под каштаном расти чему-то еще на такой маленькой территории. То есть у вас, условно, получится небольшой цветник с одним деревом. Это тоже не очень хорошо. Обязательно нужно учитывать. Я сейчас прочитаю, потом отвечу на ваши вопросы. Обязательно нужно учитывать сторону света. Особенно это касается хвойных растений, которые мы сажаем. Вот, соответственно, если мы сажаем хвойные растения, нужно понимать, что ели высотой больше полутора метров должны сажаться с северной стороной строго на север. То есть не менять свое положение по сторонам света. Обычно в питомниках всегда повязывают север. Ну и, соответственно, вы также у себя там по компасу в телефоне высаживаете на север. Перед началом работы нужно разбить ваш участок, либо заказать проект для того, чтобы правильно спланировать озеленение. В проекте или в разбивке, в разметке должно учитываться, что где у нас проходят сети, где мы хотим более декоративности, где нам нужно просто сделать какие-то пыли, шумозащитные полосы и тому подобные вещи. То есть это в проекте или в разбивке. Это все нужно учитывать. Дальше. Стоит учитывать также, что почва в городском озеленении довольно бедная, и при посадке необходимо вносить минеральные удобрения, можно вносить стимуляторы. Минеральные удобрения – это состав банально простой. То есть запомните три элемента, которые нужны всем растениям минеральных. Это азот, фосфор и калий. Соответственно, сейчас продаются полные составы НПК, ну то есть азот, фосфор и калийные удобрения. В простонародье называется азофоск. Необходимо носить, если вы сажаете кустарник, это горсть удобрения при посадке, если вы сажаете дерево, это три-четыре горсти. Но сразу оговоримся, что данных удобрений хватит на момент укоренения, то есть на первый год разрастания наших деревьев и кустарников. Обязательно нужно продумать план ухода за насаждениями, потому что вопрос очень важный в силу того, что очень многие делают красивое озеленение, но не планируют затраты и не планируют дальше уход за нашими зелеными насаждениями. Но, как показывает практика, уход отнимает достаточно большое количество времени. Это довольно трудоемкая работа, чтобы содержать это все в том виде, в каком планировалось и смотрелось на картинках. Потому что все растения нуждаются в уходе от регулярной обрезки, обработка от вредителей, болезней, внесение удобрений, аэрации, санитарные формовочные обрезки. То есть на протяжении года это довольно большая работа. Следует также понимать, что газоны требуют больших трудозатрат, нежели содержание кустарников, деревьев, многолетних цветов. Потому что уход за газоном у нас начинается с апреля. С начала апреля, когда мы вносим первое удобрение. И заканчивается октябрем, когда мы собираем последние листья с газонного покрова. И перечень работ по газонам очень обширный. Сейчас там основные вам скажу. То есть если мы начинаем с лесной первой, мы по снегу вносим удобрение. Дальше мы собираем те листы, которые не успели собрать. Проводим аэрацию газона. То есть условно протыкаем, делаем в нем дырки для доступа к корневой системе воздуха и облегчения почвы. Соответственно, у нас с вами регулярный покос, регулярная прополка. Потому что у нас есть очень агрессивные сорняки. Основные из них, которые растут у нас и выносят часто искаживание, это одуванчики, татарник, подорожник. Для этого всего нужно бороться с химическими средствами, пестицидами, для того, чтобы обрабатывать и уничтожать в газонной траве наши сорные растения. Далее мы регулярно косим. Косить нужно не реже, чем раз в 10 дней, если вы хотите хороший, качественный газон. Вне зависимости от того, на какую высоту он вырос. Оптимальная высота покоса газона 4-5 сантиметра. На этой высоте мы косим всегда весь сезон. Единственное исключение – это последний покос. Последний покос делайте на максимально возможную низ, ближе к грунту. То есть на стандартных газон-косилках это 2 сантиметра. Для того, чтобы у нас просто весной, после того, как снег сошел, данные газоны начали подпыревать и подгнивать. Соответственно, там, где гнили, там у нас все грибки. Далее по газонам выносить удобрения. Оптимально каждый месяц выносить удобрения минимально 3 раза в сезон. Но 3 раза в сезон нужно понимать, какие удобрения выносить, когда. Основные позиции по удобрениям – это азот весной, то есть карбамид, мочевина. Комплексное удобрение в течение всего сезона и осенний период. Это у нас фосфорокалийное удобрение, двойной суперфосфат, калий, гумат. То есть все, что мы вносим. Дальше. Перечень. Вернемся, да, к обязательно, когда подбираете растения в питомниках, нужно обращать внимание на здоровье растений и заболеваний. Обычно это делается визуальным осмотром, то есть нет никаких черных пятен, гнили, морозобоин, так называемых, трещин в стволах и тому подобное. Корневую систему вряд ли вы сможете посмотреть, но если у вас кто-то будет присутствовать при выкупке или при покупке контейнерных растений, корневую систему тоже стоит осмотреть. Она должна быть здоровой, гнили, в ней быть не должно. Гнили, плесень. Плесень – это белый налет. Когда сажаете растение, обязательно подвязывайте деревья после посадки. В силу того, что у нас довольно часто бывают ветра, они не сильные, но раскачивают корневую шейку, и корневая система просто отламывается от ствола растения, если мы не подвяжем. И там через год растение погибает, мы не можем выяснить, почему, а все банально просто. Очень важное, что нужно учитывать, это полив. Вода – это 70% успеха роста наших растений. Если мы качественно и хорошо поливаем, растение чувствует себя хорошо. То есть как человеку нужно, говорят специалисты, выпивать 2 литра воды в день. Также растениям нужно определенное количество воды. Поливать нужно не реже одного раза в два дня. Это касается газонов, кустарников, молодых деревьев. Если деревья более взрослые, полив можно чуть-чуть сдвигать. Но обычно у нас деревья растут вместе с газонами и кустарниками, поэтому мы одновременно поливаем все. Но рекомендую встраивать систему автополива, потому что убрать человеческий фактор из важного процесса работ – это правильно. То есть автоматика, она не отдыхает, не болеет, не берет выходные. Она работает у вас каждый день по выстроенному графику, как вы выстраиваете. Поэтому основным правилом здесь все. Сейчас рассмотрим деревья, которые в Самарской области оптимально сажать и которые используются. Это деревья, так называемые гиганты или самые крупномерные растения. Из лиственных – это каштанконский, все мы знаем, липу, тополь китайский. По тополю объясню сразу – это не пылящий тополь. Это тополь, который не выделяет пух, колоновидный. Он идеально держит форму, совершенно не ломкий. Клены канадские, не американские, которые нас считают из-за сорняк. Это канадские с резным листочком, как на флаге Канады. Очень красиво. Береза – наше любимое растение, считается русским растением. Хотя распространение березы – одно из самых массивных. То есть она распространена практически на всех континентах нашего мира. И ивы белые, ивы повислые также ее называют. Объясню, что такое солитерные посадки. Это посадка одиночная. То есть в какой-то клумбе вы сажаете одиночную посадку. Внизу заправляете подстилкой из многолетников, либо газонной травой. Олейная посадка – это посадка в один или два ряда вдоль дорожек. Или вдоль чего-то, что ограничивается. Ветрозащитное насаждение и пылезащитное насаждение. Это то, что сажается в один, два, три ряда для того, чтобы защитить то или иное строение, либо какую-то площадь от ветра. По этой технике сделаны у нас поля. Все лесополосы сделаны ветрозащитные, для того, чтобы там поля оберегаются. Но это не значит, что мы не используем это в городском озеленении. Особенно в новых постройках, где постоянно ветра для того, чтобы нам комфортно было там находиться. Из хвойных растений – это еле обыкновенное. Очень многие спрашивают, почему мы не сажаем сосну. Сосна – это, скорее всего, исключение. То есть из десяти сосен, которые посажены, выживают два-три, потому что они не выдерживают городских условий. В частности, загазованности, использование химии при зимнем содержании территории. Поэтому рекомендую ель. Ель – растение благородное, высокое, радует нас круглогодично. Поэтому здесь, наверное, проблем в этом быть не должно. Давайте посмотрим дальше. Перечень деревьев, которые до девяти метров посадки – это, скажем так, второй ярус. Сейчас активно используются в городском озеленении яблони декоративные. Причем они сейчас у нас есть всех цветов, как от зеленого до красного. Причем касается это как момента цветения, так и листовых пластин, то есть икрона. Листья есть пурпурные, яблоня. Яблоня Рудольф – активный тому пример, которым активно используем в посадках. Он у нас великолепно зимует. Единственное, что требует – формовочные обрезки. Но так же, как и все деревья. Рябина обыкновенная, промежуточная, все, что используется. Боярышник, клён генала. Клён генала – это такой же клён, как и канадский, только немного ниже. И он имеет ярко-красный окрас именно в осенний период. И это безумно красиво смотрит, особенно в каких-то композициях. Ива пурпурная, вы, наверное, все видели. Они у нас довольно часто используются в изделенении. И плюс Ива пурпурная, она практически не нуждается в формовочной обрезке, она всегда держит себя шаром. По хвойным растениям – это можжевельник, скальный. Такие сорта, как Блюароу, Минджулеп, Манглоу. То есть это сорта, которые имеют сизый окрас хвои, вырастают не выше 6 метров, а в отдельных случаях до 8. Великолепно справляются с городскими условиями. И так же, как и все хвойники, радуют нас круглый год. Ель сизая. Многие путают у нас ель голубую и сизую. Ель сизая – это та ель, которая имеет голубой окрас молодых побегов, но с виду нам кажется, что это ель голубая, да? Но в ценовой политике она значительно дешевле, там в 5-6 раз, нежели ель голубая. А разницу обычный потребитель не заметит от слова совсем. Там сортов голубой ели есть отличительные призраки, которые видны только агрономы. Поэтому не думаю, что нужно тратить деньги, когда есть там альтернативная замена. Великолепно зимует, почти ничему не подвержено в нашей климатической зоне. Единственное, что первый год-два нужно укрывать после посадки, для того, чтобы корневая система набралась мочи и весной ель не подгорала. Сосна горная. Сосна горная отличается от сосны обыкновенной тем, что она более выносливая, и она уже может использоваться в городском озеленении. Но нужно понимать, что сосна горная – довольно медленно растущий дерево. Там годовой прирост около 10 сантиметров. Но великолепно смотрится в групповых посадках, держит форму очень выносливых заболеваниям, городским условиям. Там, где мы сажали именно сосну горную, у нас нигде она не погибала. Далее давайте посмотрим с вами кустарники основные. Это все кустарники, которые подходят для живой изгороди, в массивных посадках, композициях. Кизильник – это идеальный кустарник для посадки в живых изгородях, спирея японская. Живая изгородь, групповые посадки. Причем спирея японская – огромное количество сортов видов. Но у всех они их единая, скажем так, единый плюс. Они очень выносливые, такие же, как кизильник. Соответственно, спирея японская, она обычно высотой до 60 сантиметров, выше растет редко, максимальная высота метр. Держит форму свою, очень красивое розовое цветение. Ну и, соответственно, есть сорта с окрасом листвы молодых. Это ярко-красные побеги, а более взрослые листы уже желтые. Поэтому смотрится великолепно. Спирея пепельная – это кустарник высотой до 2 метра. Белое цветение, безумно обильно цветет в весенний период. Еще ее в простонародье называют «белый водопад», потому что на момент цветения она практически вся покрыта цветает. Хорошо держит форму, хорошо относится ко всем видам обрезки и очень хорошо соседствует с деревьями. То есть у них нет борьбы между собой. Пузыреплодники довольно часто сейчас стали использоваться, причем как с зеленым листом, так и с красным. Они идеально подходят для живых изгородей, топиарных обрезок, используемых в композициях. Чубушник, он же в простонародье жасмин. Плюс чубушник, он вырастает до 2 метров, и на момент цветения у него очень сильный медовый аромат. Очень многим это нравится. Причем за свою практику аллергии на именно цветение чубушника я не встречал. То есть это тоже важно учитывать, если у вас в доме живут аллергики, на это тоже нужно обращать внимание. Здесь перечень самых менее аллергенных растений, с учетом того, что у нас живут люди. У кого-то бывают аллергии на цветение березы, на березовые брумки, но это очень редко. Но это тоже можно учитывать и чем-то заменять. Дальше. Дерин. Дерин имеет множество видов. Я выделю из них один. Это дерин сорта Сибирика. Он ценен тем, что у него ярко-красные побеги. И зимой, когда нам не хватает красок в нашем городе, ярко-красные побеги на фоне снега выделяются очень хорошо и создают цветовое пятно для восприятия. Скажем так, для зимней теплоты. Это очень хорошо выглядит, особенно в живых изгородях, если вы делаете из дерна живую изгородь. Гортыни, я думаю, все вы знаете, все вы видели. Цветение начинается в июне, заканчивается в октябре. Большие белые шапки. Белые, розовые, красные. Сейчас сортов очень много. Только предостерегаю вас, не покупайте гортензии. Крупнолистная она называется. Это подвид гортензии. То есть древовидная, метельчатая, хорошо зимует, не требует особого ухода. Гортензия крупнолистная, плохо зимует, нуждается в укрытии, нуждается в постоянном контроле и не выдает своих параметров, как мы смотрим на картинках. Из хвойных растений можжевельник казацкий, самая выносливая культура из хвойных, если касаться города, активно разрастается. У можжевельника казацкого есть много сортов, разной цветовой формы, разной высоты. То есть здесь уже нужно подбирать под свой участок, что бы вы хотели. То есть если можжевельник казацкий обыкновенный, он у нас шириной до 2,5-3 метров бывает, а есть подвид менжулеп, он там до метра вырастает. То есть нам тоже нужно обязательно это учитывать при планировке нашего предмового участка. Соответственно, дальше можжевельник горизонтальный, тоже очень выносливый, использует его как альтернативу газону. Он ползучий, разрастается по территории, использует вдоль подпорных стенок для красивого свисания с подпорных стенок. Выносливый, химию выносит идеально. Поэтому это основной перечень. Если дальше мы пролистаем, вот пример озеленения, что мы можем сделать с предмовой территорией. Согласитесь, это красиво и намного лучше, чем мы видим сейчас в основном в городе, когда у нас индивидуальные активисты, обычно пенсионного возраста, начинают высаживать свои растения без какого-то конкретного плана, стилистики и тому подобного. Получается такая сборная солянка. Если мы спланировали с вами, сделали и ухаживаем, мы получаем вот такой результат на предмовой территории. И я думаю, каждый житель вашего дома будет хорошо к этому относиться. Потому что озеленение сейчас выходит на первые роли, скажем так, в обустройстве предмовой территории. Вот на этом моя презентация все. Давайте на чат посмотрим, ответим. По кронированию деревьев, я так думаю, что это, наверное, за счет текущего ремонта кронирования. Нет, у нас это содержание территории. В принципе, у нас на территории не появляется ничего нового. Вот по логике такой, что на данной территории деревья уже стоят, они уже посажены. Денежные средства на их приобретение были израсходованы по статье «Текущий ремонт», облагоустроили территорию. Или по статье «Содержание», как было начало там поставок. А вот когда уже их обслуживать, я так понимаю, это по статье «Содержание». Придомовой участок управляющей компанией ТСЖ-ЖСК обязана обслуживать и, следовательно, обрезку делать. Здесь, я думаю, что по статье «Содержание» данные работы должны быть, ну, скажем так, оценены. Вообще в управляющей компании ТСЖ-ЖСК, так же, как и в администрациях районов, должен быть специалист определенный, который занимался благоустройством придомовой территории. И здесь, как вы видите, очень много нюансов. Мы все, многие с вами, занимались этими вопросами. Я в том числе. Но вот сейчас, слушая презентацию, доклад, Антон Алексеевич, я здесь для себя вспомнил очень много новых нюансов. Вернее, вспомнил старое, что-то подзабывшее. И новые нюансы, которые нужно учитывать. Можно ли срубать деревья или кустарники на прямой территории? Если да, то каков порядок? Но за срубом деревом нужно обращаться в администрацию за порубочным билетом. Должно быть обследование, по каким причинам это дерево, скажем, требует того, что снести. Либо оно размещено, как мы уже говорили, на каких-то коммуникациях, либо оно близко очень к дому затемняет, либо оно там аллергическое, либо оно уже, скажем так, ну, шутки-паучки, насекомые над ним поработали, хорошо живут в этом доме. И его, скажем так, уже, но оно несет угрозу, скажем так, какому-то либо проживанию, не дав бог, при серьезных ветрах оно может упасть. И здесь нужно действовать через администрацию, чтобы не получить каких-то, ну, скажем, санкций в обратную сторону. Почему? У нас этим очень тоже строго, что дерево просто так взять, срубить нельзя. Анатолий Алексеевич, правильно ли я говорю вот в этих моментах? Сталкивались ли вы с этим? Да, совершенно верно. Для того, чтобы срубить дерево, нужно обязательно иметь какую-то причину. Если дерево хорошо растет на нужном месте, вам срубить его никто не даст. Ну, соответственно, с кустарниками тоже такая же методология, скажем так. Если дерево признано... Кустарники вырастают такие серьезные, не все же знают, что сирень у нас, например, это кустарник. Да, древодичный кустарник. Да, и он получается почти как дерево, получается таким серьезным. В этом случае здесь нужно себя предостеречь, подумать о том, чтобы не было каких-то санкций. Но вот если резюмировать, скажем так, вот наш сегодняшний разговор, начиная от дорожек, как мы начали по асфальтобетонам, да, хорошо, когда у нас есть понимание, где жители себе эти тропинки вытоптали, как им удобнее идти, и, следовательно, было бы хорошо, чтобы эти тропинки как раз находились либо в асфальте, либо в плитке. И, ну, как говорится, человеку где удобнее, он все равно туда и пойдет, тем более это такая достаточно серьезная правильная практика. Но все равно в этом моменте нужно учесть, где же все-таки проходит коммуникация, которые подходят к дому. Эту информацию можно запросить в управляющей компании либо в администрации района, когда вы уже начинаете действовать, готовите какой-то серьезный проект. Совершенно верно, что правильно для того, чтобы структуризировать, для того, чтобы высадить растения с нужной, с нужного, скажем так, как правильно, края света, наверное, сказать, да, или как у нас, юго-запад, здесь нужно тоже учесть каждое растение. Кому-то растение, какому-то из растений нравится солнышко, чтобы оно было побольше, а кому-то какому-то растению нужно обязательно и затемнение. И будет очень жалко, все-таки растения у нас, ну, во-первых, они живые, и к ним вот этот уход, он как к живому организму требует внимания. Очень обидно, когда они не приживаются, есть выпад. Ну, и такую красоту терять. И второй момент, это все-таки стоит достаточно серьезных денежных срезок. Те, особенно крупномеры, да, скажем так, они стоят достаточно серьезно. Дальше. Можно использовать у нас, как мы сказали, рядовые посадки и посадки, скажем так, картами. Можно, скажем так, несколькими ярусами предусматривать посадки для того, чтобы было красиво, скажем, деревья, кустарники, а внизу может быть, даже если это позволяет почвенный покров, то там даже у нас может быть и клумба. Вот. Это все очень смотрится очень хорошо. И понятно, что в сочетании с детской площадкой, то лучше, конечно, там использовать растения, которые, ну, мы сказали по поводу аллергенности. Эту историю сейчас что-то как-то все больше узнаем, что она все чаще и чаще бывает у людей, у знакомых. Это нужно учесть. И опять же, чтобы не было каких-то травм рядом с детскими площадками, чтобы не было колючих, таких серьезных растений, которые могут нанести неприятный такой ущерб, скажем так, нашим детям, которые будут играться на площадках. Это тоже нужно все учесть во внимании. Уход. Это очень важная составляющая. посадить. Одно. Красоту на проекте написать, это одно. Но потом, чтобы эта красота радовала вас очень долгие-долгие годы, мы говорим о том, что специалисты должны быть. Понятно, что не везде они могут себе позволить этих специалистов, но это надо. До внесения удобрений, определенное формирование растений, санитарная обрезка. Опять же, следить, это вот как раз мы говорили, вот задача, был вопрос у нас в чат о том, что нужно следить за высокими деревьями. Мы говорили о газоне. Газон тоже вроде бы, скажем так, в простонародье принято, что это достаточно просто. Нет, это не просто. У нас в большинстве, я замечаю, что у нас покос осуществляется с помощью триммеров. Это неправильно. Для того, чтобы вы на своем придомовом участке имели плотно набитный газон, четко, было приятно на него смотреть, без проплешин, ровненький, аккуратный, без болезней, то здесь нужно использовать газонокосилку для того, чтобы действительно выставлять определенную высоту в определенный период. И очень сложно, большая вероятность того, что триммером несколько серьезных стрижек покосов произойдет нашего любимого газона, и ему начнется не здоровиться, и нам очень сложно будет его поднимать. В любом случае, здесь процесс очень серьезный, начиная от того, когда начинаем задумываться, и уже после того, как реализовали, как это поддерживать. Антон Александрович подтянулся к нам в ЖКХ-контроль, готов людям проконсультировать по каким-то вопросам, которые у вас возникают. Также у нас предусмотрено, что мы можем выехать, посмотреть, подсказать и обратиться за работами с той практикой, которая есть, чтобы он помог реализовать на вашем придомовом участке ваши самые смелые, скажем так, амбиции, ваши самые смелые видения, где-то вас подкорректировал. Если это вам нужно, напоминаю, 273-33-73 телефон общий ЖКХ-контроля, по которому вы можете обратиться по вопросам управления МКД, капитального ремонта, и благоустройства озеленения придомовой территории. Вот можете обращаться, у нас такой-то вопрос, нам бы хотелось связаться со специалистом, и мы обязательно вас контактируем. Дальше уже решайте вопросы, как это делать правильно у себя на придомовых участках. Но уверен, что такая красивая территория будет отмечена в рамках реализации. Мы уже проходили с вами, участвовали во всех многих конкурсах, что такие территории будут отмечаться в конкурсах. Самое главное, людей, которые проживают в доме, будут радовать. Это самое первое, наверное, на что это и направлено благоустройство как раз придомовой территории, на которой территории приятно выходить, приятно по ней прогуляться. Вот у нас сейчас мы хорошо провели мероприятие, почти 40 минут. Думаю, что, наверное, затягивать дальше не стоит, она очень познавательная, детально даже разложена, могу сказать. Ждем ваших звонков, если вам эта тема нужна, и вы сейчас задумываетесь о благоустройстве своей территории, рекомендую позвонить. Позвонить, получить мнение специалиста и уже принять какое-то решение, но это самый правильный подход ко всем вопросам, которые связаны с управлением МКД, в том числе с благоустройством придомовой территории и озеления. На сегодня прощаемся. Да, всем спасибо. Надеюсь, не последняя наша встреча. Да, я думаю, что нам имеет смысл провести, может быть, какие-то такие еще... Посмотрим обратную связь от жителей, получим. вопросы. Мы разместим это у нас на всех наших ресурсах, нашу запись сегодняшнюю, чтобы люди могли посмотреть записи. Не все могут подключиться в тот момент, когда проходит тот вебинар, но в записи очень активно смотрят, задают вопросы, связываются с нами. Спасибо вам, пользуйтесь, все это для вас создано. Ну и с наступающими праздниками, с Днем Победы. Победа будет за нами. До новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Всех с праздником. Продолжение следует...